Здравствуйте, дорогие студенты! Вас приветствует Педагогический колледж иностранных языков города Алматы. Дисциплина – основы педагогического мастерства, тема – обучение талантливых и одаренных учеников. Занятия проводит преподаватель педагогики и психологии Задорожная Диана Желшебекова. Цель урока – формирование представлений о психолого-педагогических особенностях организации работы с одаренными детьми. Задачи – изучение понятия одаренности, психолого-педагогических особенностей личности одаренного ребенка, формирование методического навыка дифференциации и построения работы с одаренными и талантливыми детьми. Развитие коммуникативной и информационной компетентности в психолого-педагогических особенностях построения учебного процесса с одаренными учащимися. Но прежде чем мы с вами перейдем к новой теме, проверьте себя. Мы помним, что современный учитель должен отвечать всем требованиям гуманистической педагогики. Определите из приведенных пяти высказываний, какое описывает наиболее полную деятельность учителя в рамках реализации субъект-субъектного подхода. Итак, первое. Воспитательная результативность общения зависит от учета тех потребностей, которые побуждают воспитанников активно взаимодействовать с педагогом. Второе. Воспитательная результативность общения зависит от внешних условий педагогической ситуации. Третье. Воспитательная результативность общения зависит от коммуникативной компетентности педагога. 4. Воспитательная результативность общения зависит от уровня коммуникативной культуры школьника. 5. Воспитательная результативность общения зависит от уровня самооценки школьника. 6. Внимательно посмотрите на данные высказывания и отметьте то высказывание, которое наиболее полно характеризует деятельность коммунистически настроенного педагога. 7. Справились? А теперь давайте проверим себя. 8. Воспитательная результативность общения зависит от учета тех потребностей, которые побуждают воспитанников активно взаимодействовать с педагогом. 9. Напоминаю, что современный гуманистически ориентированный учитель, в полной мере осуществляющий свою деятельность в связи с требованиями субъектного подхода в образовании, 9. Чутко настроен на учет особенностей и потребностей воспитанников, осуществляет дифференцированный подход в образовании, что неразрывно связано с той темой, о которой мы с вами сегодня будем поговорить. Итак, давайте начнем с цитаты. «Без труда талант – это фейерверк, на мгновение ослепляет, а потом ничего не остается». 10. Эта цитата как нельзя лучше описывает назначение и специфику работы педагога с одаренными учащимися. 11. Именно на его долю выпадает необходимость активно реализовать работу по укреплению особых талантов школьника, по развитию у него устойчивой мотивации к самосовершенствованию. 12. Понятие «одаренности». 13. Одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких по сравнению с другими людьми незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности. 14. Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями или имеет внутренние предпосылки для таких достижений в том или ином виде деятельности. 15. Какая же бывает одаренность? 16. Как мы видим, можно выделить четыре группы. 17. Интеллектуальная одаренность, творческая одаренность, психомоторная одаренность, социальная одаренность. 17. Дети могут обладать различными навыками, умениями, которые характеризуют их отличие от других. 18. Причем как в интеллектуальном плане, дети, которые лучше осваивают учебные предметы, так и в психомоторном плане. Это дети, одаренные в спортивной сфере, ну либо в творческой, либо в области социальных коммуникаций. 19. Чем же мы охарактеризуем одаренных детей? 20. В первую очередь это высокие интеллектуальные способности, творческие возможности и проявления их. 21. Детаминирующая активная познавательная потребность и радость от умственного труда. 22. Какими категориями можно описать одаренных детей? 23. У них оригинальный психический склад, высокий уровень умственного развития, умственная одаренность в различных науках или искусствах, незаурядные умственные резервы, яркая познавательная активность. 23. Так в чем же состоит проблема одаренных учащихся? 24. Очень часто одаренные учащиеся не вписываются в общую траекторию учебных достижений школьников, в ту среднюю линию, которую намечает для себя педагог. 24. Интересные факты. 25. Около 30% отчисленных из школ за академическую неуспеваемость составляют одаренные дети. 26. Также около 30% отчисленных из средних школ за неиспособность к обучению, неуспеваемость и даже глупость составляют одаренные и сверходаренные дети. 27. В школах Великобритании при идентификации одаренных детей особое внимание уделяют неуспевающим школьникам и школьникам с проблемами в поведении, так как в этой группе детей процент одаренных оказывается наиболее высоким. 27. Одаренность является одним из интересных феноменов, но именно наличие высоких способностей в том или ином виде деятельности очень часто дают таких детей девиантное поведение, то есть они не укладываются в общий поведенческий шаблон. 28. Но при этом именно такие люди являются адекватным ответом на вызовы современности. 29. Сейчас нам необходимы люди, мыслящие не шаблонно, не стандартно, умеющие искать новые пути решения предложенных задач, находить выход из проблемной ситуации, максимально использовать свои способности. 29. Особенности познавательной сферы одаренных детей. 30. Это такие особенности, как оригинальность и гибкость мышления, способность к анализу и синтезу и продуктивность, классификация и категоризация, высокая концентрация внимания, память, увлеченность содержанием задачи, перфекционизм, лидерство, соревновательность, широта интересов, юмор. 31. Очень интересный, очень специфический набор качеств. 32. Одаренные дети в большинстве своем индивидуалисты предпочитают трудиться в одиночку, поэтому при работе с ними мы применяем и коллективные формы работы, парные, групповые и командные, для того, чтобы суметь вовлечь их в коллективную динамику, развить у них коммуникативные навыки. 33. Стратегия обогащения – одна из важных стратегий при работе с одаренными детьми. 34. Это прогрессивная альтернатива методике ускорения. 35. Одаренный ребенок не продвигается быстрее, а получает дополнительный материал к традиционным курсам. 36. И это открывает большие возможности развития мышления, креативности, умения работать самостоятельно. 36. Особое место в учебном процессе с одаренными детьми занимают предметные олимпиады, интеллектуальные марафоны, различные конкурсы и викторины, словесные игры и забавы, проекты по различной тематике, ролевые игры, индивидуальные и творческие задания. 37. В урочной деятельности с одаренными детьми мы используем такие методические приемы, как проблемно развивающее обучение, проектно-исследовательская деятельность, игровые технологии, деловые игры и путешествия, информационно-коммуникативные технологии для удовлетворения познавательной мотивации и развития способностей, 37. Презентации, тренажеры, разноуровневые тесты, творческие и нестандартные задания. 38. Во внеурочной деятельности, что также немаловажно для одаренных детей, более того, у них всегда есть запрос на ее осуществление, мы должны использовать факультативы, предметные недели, театрализованные праздники, олимпиады и игры-конкурсы по предметам. 39. Каким же должен быть учитель, работающий с одаренными учащимися? 40. Он должен обладать такими качествами, как нравственность, мотивационная готовность к работе с одаренными учащимися, ибо это потребует от него большого вклада в свою деятельность, 41. Знание психологии одаренных учащихся, эрудированность, знание всех областей человеческой жизни, любознательность, высокая поисковая активность, увлеченность своим делом, желание работать нестандартно. 41. При работе с одаренными детьми необходимо уметь расширять и обогащать содержание образования, стимулировать познавательные способности учащихся, работать дифференцированно, осуществлять индивидуальный подход и консультировать учащихся, 42. Принимать взвешенные психолого-педагогические решения, быть выдержанным, анализировать свою учебно-воспитательную деятельность и работу всего класса, отбирать и готовить материалы для коллективных творческих дел. 43. Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми 44. Принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития личности, немало можно давать широкие перспективы, разнообразные средства, методы и приемы. 45. Принцип возрастания роли внеурочной деятельности, что поможет реализовывать обогащение учебного материала дополнительными формами работы. 46. Принцип индивидуализации и дифференциации обучения. 47. Безусловно, учет индивидуальных особенностей и способностей ребенка сыграет только на руку в развитии его специфических качеств. 48. Принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном участии учителя. 48. Для одаренных детей немаловажно работать самостоятельно, им очень хочется доказать про свою состоятельность другим и педагогу, и при этом учитель должен давать им возможность проявить себя. 49. Принцип свободы выбора учащимися дополнительных образовательных услуг помощи наставничества. 50. В какой ситуации и каким образом мы выбираем формы и методы работы с одаренными детьми? 51. В зависимости от вида одаренности. 51. От возраста ребенка, что немаловажно, с учетом социального статуса семьи ребенка, с учетом уровня одаренности и возможностей прогресса, активности самого ребенка, а также, что естественно, профессиональной подготовки педагога. 52. Система работы с одаренными детьми также включает в себя не только униклассные мероприятия, но и непрерывную работу с родителями, проведение просветительской работы и консультаций, регулярных встреч с целью отслеживания динамики личностно-интеллектуального развития и проблем одаренных обучаемых, вовлечения родителей в совместную творческую деятельность, 53. А также проблемы одаренного ученика начинаются с проблемы одаренного учителя. 54. В связи с этим подготовка педагогов в начальной школе к работе с одаренными детьми должна быть направлена на непрерывное развитие их профессионального мастерства и личностно-социальных качеств на основе комплексного подхода психолого-педагогического и профессионально-личностного к образованию педагогов. 55. Главная педагогическая задача, задача школы должна смещаться с развития общих способностей к поиску адекватного способа реализации личности в определенных видах деятельности. 56. Если взрослые смогли разглядеть талант, то их главная задача – сформировать у ребенка высокую мотивацию к его развитию. 57. В таком случае мы сможем достигнуть высоких показателей социализации, а не наблюдать за тем, как этот талант со временем будет просто увидать. 58. Вспомним же цитату Сократа «В каждом человеке солнце, только дайте ему светить». 58. Работа с одаренными детьми в полной мере отвечает данному высказыванию. 59. При создании специальных условий раскрыть личностную особенность, специфическую одаренность каждого учащегося под силу любому педагогу. 59. Итак, переходим к самостоятельной работе. 1. Выполните краткий конспект теоретического материала. 2. Внимательно прочитайте определение и подберите нужное понятие для каждого из данных определений. 60. Третье задание. 61. Учителю требуется сформировать готовность для работы с одаренными детьми. 62. Что же она будет в себя включать? 63. Заполните таблицу и опишите показатели для каждого критерия. 64. В чем будет выражаться мотивационная готовность к работе с одаренными детьми? 65. Научно-исследовательская готовность к работе с одаренными детьми? 66. Методическая, коммуникативная и личностная готовность. 66. Каких психолого-педагогических качеств и действий это затребует от учителя? 67. Четвертое задание. Выберите верные характеристики главных тенденций развития общения у одаренных школьников. 67. Из данных пяти высказываний вам нужно выбрать те, которые подходят именно к одаренным школьникам и обосновать свои ответы. 68. Какие психолого-педагогические качества и действия затребуют от учителя? 69. При работе с данными заданиями вы можете опираться на следующие цифровые ресурсы и учебники. 69. Они размещены по данным ссылкам, включая учебно-методический комплекс. 69. За моим авторством страницы здесь указаны. 69. Выполненные работы вы отправляете мне на электронную почту. 70. Адрес ее вы видите на экране. 70. Либо в учебный чат по дисциплине «Основы педагогического мастерства» в WhatsApp. 71. Домашнее задание. 71. Составьте кластер, отражающий основные принципы в обучении талантливых и одаренных детей. 72. Отразите в нем методические особенности работы с одаренным учащимся. 73. Выполненное задание вам нужно разместить в личном кабинете на портале BNKZ. 73. Итак, сегодня мы с вами изучили понятие одаренности, психологических особенностей личности одаренного ребенка. 74. Сформировали методический навык дифференциации и построения работы с одаренными и талантливыми детьми. 74. Поработали над развитием коммуникативной и информационной компетентности в психолого-педагогических особенностях построения учебного процесса с одаренными учащимися. 75. Спасибо за внимание. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»